Доброе утро. Мы продолжаем победу сразу нескольких территориально-общественных самоуправлений Ульяновска. В конкурсе фонда президентских грантов глава города Дмитрий Вавилин определил как развитие, приобретающее все более массовый характер. Послушаем, что об этом скажет непосредственный участник событий. В гостях у нас сегодня этим утром чета Олеся Павловна, председатель ТОС «Восход». Олеся Павловна, доброе утро. Доброе утро. Ну что, мы, конечно, вас поздравляем. Спасибо. Ну, такой феномен, можно так сказать. 21 ТОС «Ульяновский регион». Вот на ваш взгляд, пусть даже субъективный, но все-таки непосредственный, чем обусловлен такой успех? Ну, потому что у нас очень сильное движение ТОС в Ульяновской области. Оно развивается, помогают нам писать проекты, гранты. Я думаю, что мы дальше нет. На этом не остановимся. Дальше нет, конечно. Нет. Ну, хорошо. Давайте перейдем к ТОСу под вашим управлением. ТОС «Восход». Вот расскажите, с чего все начиналось и как продолжалось? И вот на сегодняшний момент что происходит? Ну, началось все с того, что в этом году я выиграла первый грант. Это областной Ульяновский грант РФ. 700 тысяч рублей на открытие клуба активного долголетия на территории ТОС «Восход». Мне изначально было выделено помещение в безвозмездное пользование, без ремонта, без какого-либо оборудования, без мебели. Ну, решили попробовать написать гранта и открыть там, по желанию моих жителей, клуб активного долголетия. Инициатива от вас шла? Ну, как от меня? От всех жителей ТОС. Ну, кто-то же вот подал идею. Ну, мы все вместе подали идею, потому что ТОС – это не я одна, это жители наших домов. Написали проект «Клуб активного долголетия. Мы вместе». Ну, и стали победителями областного конкурса. На эти деньги мы сделали ремонт в помещении, закупили там мебель, оборудование, скандинавские палки, коврики, телевизор, ноутбук. Ну, решили то, что нам нужно. После этой победы у нас мы загорелись идеей, то, что нам нужно это продолжать. Решили написать новый проект – мини-санаторий во дворе. Вот, очень интересно. Это еще вот только-только дозарождающийся проект. Да, то есть что у нас в себя включает? Мы выиграли 500 тысяч, ну, там, в районе 500, без нескольких тысяч рублей. В него будет входить закупка массажного кресла, закупка аппарата по изготовлению кислородных коктейлей, кулера, закупка шейно-воротникового массажера, закупка ножного массажера, закупка поясничного, закупка массажера для кистей рук, закупка массажера для спины, то есть электронный термометр, тонометр. То есть все мы это будем, все эти услуги, Алмак, то есть тоже магнитный. То есть к нам могут прийти любые жители не только нашего ТОС, но и вообще микрорайона и безвладно воспользоваться всеми этими услугами. Мы набрали 75 баллов, это очень много, когда норма 60, то есть нас оценили очень хорошо, достойно на федеральном уровне. А вот обучение смартфону, обучение пользованием смартфоном, это что, расскажите? Ну, у нас эти занятия уже идут по первому гранту, то есть мы оказываем обучение компьютерной грамотности, пользование смартфоном, у нас уже идут занятия по оздоровительной гимнастике, по дыхательной гимнастике ЦИГУН, по скандинавской ходьбе, пение, то есть психолог, у нас ведет прием депутат, то есть раз или два в месяц в этом помещении. Мы проводим там праздники, День Победы, Новый год, 8 марта, ну, много будет. По актуальным датам, да? Да, все праздники мы проводим там. То есть в основном направлены на более старшее поколение? Нет, почему? У меня ходят инвалиды по зрению, по слуху, молодые женщины там, кому и 40 лет, и 45. Есть даже мои ровесники, кому и 40, они ходят на ЦИГУН, на гимнастику, у нас еженедельно проходят занятия. Алиса Павловна, ну, а специалисты? Вот мы говорили уже о мини-санатории. Нужны же специалисты, нужны кадры, которые будут обеспечивать. Вот то, что вы пили массажер, это здорово, а... Администрация Зосвияжского района нам без проблем выделяет врача, физиотерапевта, терапевта. Он приходит к нам также с консультациями по поводу вот кислородных коктейлей. Он нам все придет, всех чаев, фито-чаев. Он готов нам, то есть, каждую неделю оказывать консультации и вообще рассказывать, как, чем пользоваться. А богдановские вечера, это про восход? Нет, это Тос Богдан, он тоже выиграл. А, понятно, да, вот наверняка я... Мы вместе писали эти проекты, да. Мы просто давно сотрудничаем, дружим. И взаимодействие какое-то же тоже, да? Конечно, все его люди ходят ко мне, мои люди ходят к нему. Ну, праздники мы проводим вместе, то есть, у нас тесное сотрудничество с Тос Богдан. Здорово. Ну, а получается, сейчас на каком этапе? Средства еще не получены? На данном... Ну, в данное время мы оформляем спецсчет в Сбербанке, так как это требование федералов, чтобы был спецсчет в Сбербанке. То есть, как только мы его оформим, я так думаю, что у нас средства поступят либо конец июля, либо начало августа. У нас начнется реализация нашего проекта. То есть, сначала это будет закупка оборудования, то есть, подключение, обучение, а потом уже, как бы, я думаю, в августе мы начнем уже работать. Ну, численность активных таких вот жителей, Тос-Восход, она какова? Ну, вообще, у нас более 500 человек в Тос-Восход проживает старше 16 лет, это не считая детей. Если я правильно понимаю, то несколько домов. Это 4 дома, 5-этажных. В основном, это бабушки, так как дома постройки 67-го, 68-го, 70-го года. В основном, люди старшего поколения, потому что молодым-то, как бы, более некогда. Но ходят сейчас, на данный момент, более 50 человек вот за это время. За время то, что мы работаем с апреля месяца, мы открылись, это 50 человек активных, которые ходят постоянно. Но мы попали в лето, конечно, это дачный сезон. То есть, я думаю, что осенью мы уже нарастим численность. Ну, вот планка высока, Олеся Павловна. А вот что дальше, если вот так вот заглянуть в будущее? Ну, вот хорошо, заработает мини-санаторий. Наверняка люди потянутся, наверняка численность будет свыше 50 человек активных. А что дальше? Мечтается вообще? Ну, вообще, планы, конечно же, раскрывать это, говорят, нельзя говорить, но вообще в планах у нас есть. Хотя бы они есть, да. Ну, мы бы хотели написать проект, конечно, «Спорт во двор», это тренажеры. То есть, чтобы, ну, и бабушки мои просят, ну, и, конечно же, молодежь. У нас есть своя спортивная команда, то есть у нас есть тренер, где занимаются дети, ну, начиная от, грубо говоря, 10 лет, кончая 18-летнего возраста. Ну, вот во всей такой замечательной активности, общности, роль председателя, она какова? Что приходилось преодолевать, что ли? Вообще, какие вы на себя возложили функции вот в написании гранта? Наверняка же, ну, целая история. Ну, это, конечно, не спать ночами, это однозначно. Это очень тяжело. Ну, мне, конечно, помогает очень ассоциация ТОС. Я являюсь членом правления ассоциации ТОС. И вообще, как бы, они меня вдохновляют на это, потому что очень много помощи оказывают они. Ну, поддержка не нужна. Ну, как бы, да. Ну, конечно же, от председателя многое зависит. Но, знаете, меня, наверное, побуждает на это то, что я в этом дворе родилась, я живу там 40 лет. Этих всех бабушек, дедушек и так далее, они меня все знают с рождения. Ну, я патриот своего двора. Да, здорово. Что говорят люди? Вот победили, это же, ну... Ну, все довольны. Сверх события. Все довольны. Резидентский грант. Все ждут прям, вот, как бы, скорее бы прийти, кому чего, а уж массажное кресло мы ждали прям. Это же очередь, да? Да. Запись идет. Да, здорово. Хорошо. А вот, кстати, вы говорили о том, что вот ассоциация ТОСов, да? Вы входите... Я в член правления ассоциации ТОСов. Ну, а вот на федеральном уровне, на всероссийском уровне идет какой-то вот взаимообмен, какое-то общение с другими ТОСами? Как-то опыт перенимается в этом? Нет, ну, конечно, мы... У нас есть свои группы, свои сайты, мы с ними общаемся. Во-первых, если нужны какие-то проекты, как образцы, как вот наброски, все всегда делятся. То есть как на грант когда, да, подавать заявление? Ну, вообще, да, даже можно в другой, в любой другой город пообщаться с председателем, и он всегда как бы поможет. Ну, то есть аналогичные проекты, чтобы это как взять за пример. Ну, да, как методическое пособие, что ли. Нет, всегда как бы вот даже, ну, Владимир Владимирович, он тоже всегда помогает, всегда идет на контакт. Поэтому мы всегда сотрудничаем с ними, не без этого. Скажите, вот такое масштабное событие, а вот сколько вообще участников там было? Ой, по-моему... Это же достаточно почетно выиграть. Ульяновская область или вообще по России? Ну, по России, по-моему, свыше 80, да? Тысяч. Тысяч, да, конечно. А от Ульяновской области... Ой, вот вас бы не обмануть, но нас было много. Ну, много, я тоже, да, цифры я не помню. Ну, вообще, у Ульяновска очень много, 21 грант, это очень много. Конечно. Для нашего маленького города это очень много. Поэтому и почетно, грубо говоря. Причем это уже гранты-приобретатели, так скажем, а не просто соискатели. Ну, мы очень много денег, конечно, привлекли в области, это да. Вообще, вот как вы видите, вот большую роль играет ТОС в этом плане, в плане экономического развития? Понятно, что дружба, взаимообщение, понятно, что, да, вот такое развитие территорий. А это же вот еще действительно такое экономическое развитие территории. Ну, вообще, я считаю, что у нас такое сильное движение ТОС. Конечно, спасибо Владимиру Владимировичу, он у нас очень общительный такой парень, он всегда за нас везде замолвит слово. Я считаю, что у нас очень сильное движение ТОС в Ульяновской области, его нужно развивать, продолжать. Не будет ТОС, но не будет и дружбы среди дворов. Ну что ж, спасибо огромное, Олеся Павловна, очень здорово, что так складывается ситуация в регионе. Поздравляем. Спасибо большое. Напоминаем нашим телезрителям, что в гостях у нас сегодня была чета Олеся Павловна, председатель ТОС «Восход». Это «Утро с репортером». Движемся далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!